Чувашия простилась с крупным государственным деятелем, бывшим секретарем Республиканского обкома КПСС Ильей Прокопьевым. Его сердце перестало биться на 91-м году жизни. Последний путь Илью Павловича провожали во Дворце культуры имени Якова Ухсая. На траурную панихиду собрались родственники, друзья, коллеги по партийной работе, депутаты и члены правительства. Большинство нынешних управленцев называют Илью Прокопьева своим учителем. Он нам и учитель, и друг. Он нас очень учил многому. У нас только остается память от него. Вечная память. Мы его любили как человека. Я перед ним очень жалею и преклоняюсь, Илья Павлович. Вечная тебе память. Мы тебя никогда не забудем. Он руководил Республикой на протяжении 14 лет. Это было время глобальных перемен. Бурно развивалось жилищное строительство и промышленность. Именно благодаря его организаторскому таланту в Чебоксарах возвели гидроэлектростанцию, тракторный завод и МНТК «Микрохирургия глаза». Действительно, я старался каждый год поздравлять его с днем рождения. Я приходил. Но меня поражало, вот я об этом сегодня сказал, насколько, во-первых, человек скромный, насколько он интеллигентный человек. Мы должны делать все для того, чтобы имя Илья Павловича Прокопьева с золотыми буквами в истории, наравне с самыми значимыми фигурами Чебоксарской республики, должна, конечно, стоять рядом. Илья Павлович – фронтовик, воевал на Дальнем Востоке. Он почетный гражданин города Чебоксара. В прошлом году указом главы республики Илья Прокопьев был награжден орденом за заслуги перед Чувашской республикой. На заслуженном отдыхе бывший секретарь обкома КПСС продолжал вести активную научную и общественную деятельность. Глава республики отметил, что в историю Чувашии его имя навечно будет вписано золотыми буквами. Родион Архипов, Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин. Республика.